Евангелие от Матфея, Синодальный перевод, глава 24. Выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Илеонской, приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прелестят. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. В другом варианте перевода, все это лишь начало родовых схваток. Примечания. Можно также посмотреть Иеремия 22.5, Псалом 117.26. Религиозные учтители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием Мессии, которые они сравнивали с родовыми муками. Далее, 9 стих. И тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазняться многие друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сей Евангелие Царствие по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет. Тогда находящиеся в иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Примечания. Смотрите Даниила 9, 27, 11, 31, 12, 11. Пророчество Даниила исполнилось в 168 году до н.э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там новую статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было по образом того, о чем говорил Иисус. Само же пророчество Христа частично исполнилось в 70-м году, когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...